Девушки отдыхают А это значит, что вы должны приготовить свои пальчики, глазки, ушки и, конечно, мозги. Сегодня в нашей программе. Двойной дракон, часть 4. Сладкая парочка убитых молодцов. Кошка-ниндзя, вы такое когда-нибудь видели? НХЛ, супер-хоккей на супер-16-битном сеговском формате. Секреты и, конечно, долгожданная вторая часть игрушки Юрский парк. Потрясающая графика в игре Pitfall и Брюс Ли, человек-легенда. Но прежде чем мы начнем рассказывать вам о конкретных играх и конкретных картриджах, я хочу похвастаться вместе с фирмой Дэнди вот чем. Дело в том, что фирма Дэнди продолжает свою экспансию по мировому рынку видеоразвлечений и может себе позволить вот такие вот промоушен-материалы, или, говоря попроще, прибамбасы и приблуды. Отныне каждый, кто пришел в магазин фирмы Дэнди купить себе что-нибудь, картридж или приставку, все это получит у вас в таком замечательном маленьком пакетике. Это что касается картриджей. Этот пакет можно потом использовать как хотите. Может откласть сменную обувь, полотенце, мочалка, если вы ходите в баню, или просто несколько яблок. Пакет довольно прочный, крепкий и всегда с вами будет телефон фирмы Дэнди. Если вы покупаете приставку, то вам повезло еще больше. Приставку вам завернут вот в такой огромной пакетище. Посмотрите, в магазинах Дэнди по всей стране. Супер совершенно игровая система Супер Нинтена. В этом пакете, после того, как вы получите приставку, берете домой, развернете ее и пакет освободится, можно носить в детский сад младшего брата. Представляете, как удобно? Положили братца в пакет и понесли в детский сад. Отдали воспитательнице, и пусть она вам его вернет в целости и сохранности в этом же пакете. Ну и, наконец, последнее приблуда. Это вот такой великолепный плакат. Ну и, конечно, вы все узнали Марио, Линка и Йоши-динозаврика, давнего друга Супер Марио. Но вам такой плакат не достается, если только вы не дилер фирмы Дэнди. А дилер фирмы Дэнди повесит такой плакат не у себя дома, где-нибудь там, знаете, в туалете, как календари мы с вами вешаем. А он повесит его в магазине, и тогда весь город узнает, почему приставка Супер Нинтендо лучшая в мире. Ну, вот такие вот похвальбашные похвальбы у нас сегодня произошли. А сейчас давайте приступим к делу. И начнем, как обычно, с 8-битных картриджей. Хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе! О! Похоже? В руках у меня картридж, который порадует сердце каждого игрока. Double Dragon 4. Четвертая часть, великолепный, старый, как мир аркадной игры, двойной дракон. Она одна из первых появилась тогда еще на персональных компьютерах, и все в ней играли с огромным удовольствием. Теперь это широко распространенный товар. Но четвертая часть Double Dragon отличается от первой и ого-го как. Не верите? Смотрите. Двойной дракон выходит на 8-битные просторы в виде дружной сладкой парочки упитанных молодцов с хребкими кулачищами и волей к победе. Улицы провинциального городка, ну, вроде нашей электросталии или Подольска, кишат мерзавцами и хулиганскими отродьями. Что же делать? Можно в страхе выключить приставку и со слезами броситься к маме, уткнуться ей в засаленный передник и никогда, никогда больше не подходить к джойстику. А можно засучить рукава и вместе с товарищем по лестничной клетке дать негодяям, как говорится, про... про... прокашляться. Похоже, игрушка на всё сразу. От черепашек-ниндзя до улиц ярости. Но имеет своё лицо и довольно запутанный сюжет. Разбираться с ним у нас с вами уже нет времени, так что с двойным драконом 4 вы сами ковыряйтесь, если захотите. Вот так бывает, если вы двойной дракон. Как во все мочиловки и убиваловки, в эту игру можно играть вдвоём, что очень полезно, если у вас с вашим соседом и со школьным товарищем есть проблема досуга. Аналогичная проблема у вас будет снята, если вы купите картридж вот такого вот содержания. Называется он ниндзя-кэт. Как только не называем мы наших кошек и мурзиками, и барсиками, и даже мурлыками. А вот ниндзей назвать свою кошку вряд ли кому приходило в голову. Давайте посмотрим эту игру и тогда решим, может быть, наших кошек нужно переименовать и дать им название ниндзя. Ниндзя-кэт. Мяу! Мяу! Как и любой ниндзя, наша ниндзя-кэт может менять обличие и перевоплощаться в другие существа. Каждый со своим набором качеств. Мы выбрали вот эту, по имени Нинфо. Киска-сосиска, в смысле очень необычной зверушки, бродит среди живописных развалин, натыкаясь своей усатой мордой на гадских гадов. Давно бы уже отнесли её на живодёрню мерзкие враги, если бы не крепчайшая броневая кольчуга со шлемом и, самое главное, вековое мастерство ниндзя, которым наша киса овладела где-то за пределами игрушки в своём нежном возрасте. Было ей тогда три или четыре бита отроду. И пока её товарищи бегали и радостно резвились на китайской травке, о мягкости и зелёности которой ходят легенды, наша котяра оттачивала свои зубы и мастерство в заброшенном подвале, отрываясь лишь на еду и на дуду. Желаю вам удачи и большого ниндзерского счастья. Всё решено! Завтра я на птичий рынок и покупаю себе кота, такого большого пушистого кота, и называю его ниндзя, и начинаю с ним играть. Мне никакая приставка не нужна. Единственное, надо проблему решить, куда коту вставлять джойстик. Шутка! Подобные шутки уже стали традиционными в мире новой реальности. Хм, кстати, друзья мои, я обмахиваюсь тринадцатым номером в журнала Видео Аз Дэнди Новая Реальность. Девяносто восемь страниц бесконечного удовольствия для тех, кто действительно считается фанатиком компьютерных игр. Обо всём на свете, а в середине тринадцатого номера потрясающей красоты вкладка постер с героями мультфильма и, конечно же, игры Джангл Блук. Джангл Блук, Джангл Блук, Джангл, Джангл, Джангл Блук. Дело в том, что я хочу вам приоткрыть маленькую завесу над большой тайной. Ну, конечно, никакая это не тайна. Дело в том, что кроме тринадцатого журнала в магазинах Дэнди вы можете купить четырнадцатый и пятнадцатый, о которых я расскажу сегодня в нашей передаче чуть-чуть после небольшой паузы. Совершённая игровая система Супер-гипетта! В нашей прошлой программе мы уже рассказывали вам об играх для приставки Сегн. И одна из этих игр, как вы помните, была игра Баскетбол NBA 94 Showdown. А сейчас следующая игра подобного же типа от компании Electronic Arts. Как вы знаете, скоро начинается чемпионат мира по хоккею. Но вы можете приблизить этот волшебный миг, если вы увлекаетесь хоккеем, купив картридж NHL 94. Вот уж где рубка, так рубка. Итак, NHL 94, Electronic Arts. Что-то много развелось спортивных повторялок во всех форматах. Восьмибитный хоккей, и футбол, и гольф, и бильярды есть уже в каждом доме. Сеговский баскетбол мы рассматривали с вами в нашей прошлой программе. Ну, а в Super Nintendo спортивных имитаторов пожалуй, больше всего. Что ж, видать, неохота вам заниматься настоящим живым спортом, и вы довольствуетесь суррогатами. Это не грешно, но не забывайте время от времени смотреться в зеркало. Как бы не настал день, когда вы скажете своему отражению «Здравствуй, Марио!» Вот таких проблем с весом и с фигурой никогда не было у героев этой игры. Это самые физически развитые парни на всем американском континенте. Им рукоплечут миллионы поклонников профессионального хоккея, с ними заключают многомиллионные контракты, о них говорят, о них пишут в газетах. Они — суперзвезды мирового спорта. В Сеговском варианте — это как бы репортаж о матчах, которые вы проводите с вашими противниками по любой спортивной системе. Показ довольно телевизионный, с применением второго экрана, что позволяет более полно погрузиться в игру. Ну что ж, зима кончается, и ваши клюшки скоро отправятся на балкон, коньки уютно улягутся под кровать, и самое время до следующей зимы оттачивать свое хоккейное мастерство с героями НХЛ. Вот такие вот настоящие мужчины играют в хоккей. Трус, как известно, в хоккей не играет, а умный человек никогда не пройдет мимо 14-го номера журнала «Видео Аз Дендинова Реальность». С обложки этого номера дружелюбно скалится наш любимец Жан-Клод Ван Дамм. И вы знаете, довольно странно было для меня увидеть здесь внизу эмблему игры «Мортал Компат». Ведь известно, что Ван Клод Жан-Дамм, Жан-Ван Клод Дамм, в общем, вот этот дядька, он снялся в главной роли в фильме «Стритфайтер», который был снят по мотивам потрясающей, великолепной игры «Стритфайтер». Так вот, тут Жан-Клод Ван Дамм изменил сам себе, и он стал символом игры «Мортал Компат». Ну, конечно, кроме того, что там «Мортал Компат», там есть всякие замечательные еще рассказы, и на этот раз почему-то вот тут такой постер опубликован. Давайте мы попробуем разобраться в его смысле. Что же это такое? Смотрите, переломы насквозь человек. Неужели игра в Супер Нинтендо приводит к такому результату? Ах, нет, конечно, нет. Видите, даже в таком положении можно играть на этой замечательной приставке, ведь для того, чтобы общаться с Супер Нинтендо, нужно по большому счету всего-навсего два пальца. Вот эти два пальца, которыми мы нажимаем на кнопки и заставляем героев бегать, прыгать, стрелять, друг другом драться и подбирать различные предметы с пола. И причем некоторые герои игр поднимают их с пола, едят даже не обдув. Когда у вас что-то упало на пол, прежде чем съесть, обязательно подуйте на это. Это яблоко, бутерброд или просто конфетка. Сначала возьмите подуть, а потом уже в рот. Шутка. Ты хочешь управлять миром? Твоим миром, в котором каждая секунда это борьба и скорость. В твоих руках самое совершенное оружие. Уже сегодня в магазинах Дэнди по всей стране совершенно игровая система Супер Нинтендо. Формально говоря, 16-битных процессов и все гиги Супер Нинтендо. Но все прекрасно знают, что 16-битных процессов Супер Нинтендо это полный процесс, где 16-битных стереозвук, 16-битные изображения и 16-битные цвета. Поэтому Супер Нинтендо мы всегда оставляем на закуску. В нашей прошлой программе я вам рассказывал уже, что появились книжки о писании игр на русском языке. Я вам уже показывал Страна Данки Конга, Супер Проботектор Вторжение Чужих и игру Аладдин на русском языке. Прошла всего неделя, а в магазинах Дэнди еще три инструкции на русском. Это Супер Марио Все Звезды, Бэтмен Возвращается, и F-Zero. Видите, я думаю, что если хотя бы три новых инструкции на русском языке будут появляться в неделю в магазинах Дэнди, то понадобится не так много времени, чтобы охватить инструкциями на русском языке все существующие игры. У нас сегодня в программе их целых три. И первый из них Jurassic Park, часть вторая. Хаос продолжается. Так называется эта игра. И я уверен, что она ничуть не хуже. А я честно вам скажу, я знаю, она гораздо лучше, чем первая часть, потому что, чё, грехаторить, первая часть Jurassic Park в формате Супер Нитендо была довольно сложная. И вряд ли кто-нибудь из вас до сих пор еще прошел ее до конца. А вот вторая часть это нечто совсем другое. Смотрим. Опа. Поехали. Jurassic Park. Хаос продолжается. Корпорация Биосин. Штаб-квартира Соединенные Штаты Америки. Этот остров должен быть разрушен. Я хочу получить контроль над парком Нью-Йоркского периода. Как мы об этом договаривались, мои люди уже отправились туда. Надо так сделать, чтобы ваши ученые тоже готовы были отправиться туда немедленно. Приготовиться к выброске. Пошел. 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 Парк Нью-Йоркского периода. Вторая часть. Вот какой поворот принимает сюжет романа Майкла Крайтона по воле роскошной фирмы Ocean или по-русски океан. Хаос продолжается, но не сам по себе, а благодаря усилиям группы мерзких властолюбцев и политических интриганов. А вы, герой по имени Инджин, один среди этого коррумпированного окружения должны спасти чудо природы и техники за консервированный Джурасик Парк от вторжения туда несостоятельных экспериментаторов компании Биосин. Они ни за что не хотят, чтобы парк Юрского периода вернулся к жизни. У них свои далеко идущие планы на селекцию древних рептилий. Очевидно, они хотели бы создать из динозавров супермощное оружие. Впрочем, глядя на репторов и тирексов, их вполне можно понять. Выполнив множество миссий, вы обязаны просто очистить остров от наемников Биосина и подарить Юрскому парку надежду на возвращение к жизни. Вот такой боевичок, эксплуатирующий мотивы великолепного фирмы Спилберга и первой игрушки Джурасик Парк часть первая. В руках у меня третий и последний журнал, о которых я хотел сегодня несколько слов сказать. Это 15 номер и по обложке уже можно догадаться, что там внутри ждет вас нечто совершенно невероятное, как обычно, 98-й столетий, полного иллюстрированного материала. Такие журналы получают дети всего мира. Ну, естественно, только те, которые увлекаются компьютерными мигами, а, наверное, это дети всего мира и есть. И в центре у нас, как обычно, постер. Наверное, фраз не просто постер, а целый календарь. Календарь на 95-й год с изображением нашего любимого человека по имени Горилла Донки Конг. Да, я думаю, что он уже в каждый дом пробрался и посмотрите, внимательно, наденен под шкафом, под кроватью, он обязательно оставил свои следы и волосы. Так вот, я к чему стал это говорить? Потому что в журнале видео о Денде новой реальности теперь отныне, навеки и навсегда есть много информации по играм для Супер Нинтендо. Раньше, как вы помните, этого не было. Теперь это и есть. И с этими замечательными словами я перехожу к следующей игре для приставки Супер Нинтендо. И взор мой привлекает вот этот картич. Называется он Дракон. История Брюса Ли. Тот из вас, кто не знает, кто такой Брюс Ли, пусть возьмет книжечку или газеточку и почитает. Брюс Ли, это был величайший каратист всех имен народов. Он погиб при довольно таинственных обстоятельствах, но до того, как погибнуть, он прожил очень интересную, насыщенную и, конечно же, опасную жизнь. Вот вся эта жизнь, вся жизнь Брюса Ли в этом картридже. Чтобы вам сразу стало понятно кое-что, расскажу в двух словах о том, кто такой Брюс Ли. В свое время этот выдающийся атлет был гораздо популярнее сегодняшних Ван Даммов Фили Шварценеггеров. Это был настоящий человек-легенда, проживший 32 немыслимых года и погибший от заклятия врагов и замедленного смертельного удара в живот. Но пока Брюс Ли жил и творил на ринге и в кино, равных ему не было на свете. Страшное проклятие висело над родом Ли долгие годы и, в конце концов, его сын Брэндон Ли, ставший актером, как и отец, тоже погиб на съемках фильма «Ворон» и тоже при очень загадочных обстоятельствах. Да, видно, когда Брюс продавал свою душу дракону, он не мог себе представить последствий этой сделки. Реальная история жизни Брюса Ли в кинофильмах, в которых он участвовал, вот что такое игрушка «Дрэгон» производства фирмы «Берджинка». Десять врагов, десять уровней от фестиваля фонариков до мрачного кладбища фантома. Немеренный запас движений и ударов, заставляющий поклонников Street Fighter и Чак Фу стонать от зависти. Нечего стонать, ребята, поклонникам безопасных драк эта игра придется по вкусу. Сейчас вы станете свидетелями маленькой сценки, которую мы якобы не ожидали, но на самом деле подстроили. Вот так делается телевидение. Вот так нам делается. Да, что-то время нашей передачи уже подходит к концу, а Дениса все. Нет и нет, нет и нет, нет и нет, нет, Денис. Денис! Здравствуй, друг! Здравствуй! То ли я подрос, то ли ты скрючился. Это же сам все. Тебе даже не видно из-за коробки из-за этой. Итак, у нас в гостях Денис Панов со своими секретами. Вот сегодня такой вот резкий, крутой, не обессудим. Ага! Вот, случилось. Видите, сразу два картриджа для приставки Дэнди принес Денис, потому что мы велели его убить, если он не принес. Вот, картриджи для Денис. Так похоже на Микки Маус, кстати, посмотри в камеру. Вот, видите? Микки Маус Панов, Микки Пауз. Хорошо. На, рассказывай, с какой мы начнем? Давай с Тома Джерри. Тома Джерри, да. О, это игра игр. Не, на самом деле, это не секреты, а просьбы, просьбы. Мне постоянно звонят и спрашивают. Маленькие дети и да, взрослых людей. Ни за что на свете не хотите дети в Африку гулять, да. Как пройти это, как пройти то? Так. Вот поступил несколько просьб. А девушки звонят тебе? Девушки? Ну так. Какие девушки в рабочее время? Какие? А, да, у тебя все время рабочие, поэтому никаких девушек? Да. Конечно нет. Вот, отсюда мы возьмем, как победить первого главного. Первого главного. Тоже просьба. Первого монстра в игре Тома Джерри побеждает Денис Панов. Сам ставишь, да? Да. Мне все-таки не инвалид, да? Поехали. Нажимаю? Да. Не страшно? Нет. Давай. Я! Отдумай, Джерри. Как я уже говорил, это не секрет, а рекомендация. Сейчас вы наблюдаете, как лучше всего победить Кота Тома. Вот и все. Ес! Вот такие дела. Вот так погибают первые вражины в игре Тома Джерри. Оп, быстро меняем, времени уже не осталось практически. Маленькая русалочка. Это что такое? Тоже какой-то уровень? Первый уровень. Главный вражин. А первый секрет? Первый секрет. Понеслась. Русалочка поплыла. Щук-щук-щук-щук со жёлками. Хрюк. Так, секрет для начинающих. Орел имеет возможность выбивать плавником из песка всякие предметы. Очень вам полезные. Вот, пример, вот сейчас, что происходит на экране. Она же выбила трубку. Потом она вам поможет в дальнейшей борьбе со злом. Шоколадный шоколад. Мокрый ещё, картридж. Воду можно вылить. На, это тебе. Но, честно говоря, ты, конечно, в русалочку уже не играешь, естественно. Русалочка, когда был маленький, когда был маленький девочек, ты играл в русалочку, да? Я помню, я видел тебя на улице, ты шёл в таком чепчике с бантиком, в платье в таком хорошем. Мне пора. В горошке. Мне пора. Ну, не обижайся, ладно. В следующий раз... А! В следующий раз, ладно, я тебя освобождаю от секретов по Дензи, принесёшь что-нибудь по Супер Нинтендо, ладно? Давай, беги, сынок. Ну, а мы с вами, кстати говоря, ещё не рассказали вот об этой игре. Это последняя игрушка для Супер Нинтендо. Как мне пусто стало без Дениса, без коробки. Ну, да ничего, до конца нашей программы осталось не так уж много времени. Что это я на своём языке заговорил на немецком, на родном моём, ведь я родом из Германии, из Лапландии, как сюда. В Германии страна, ещё маленькая, Лапландии, там ещё любят игру Пикфол, Майн Инвенчер. Что-то я такое гоню, но на самом деле я гоню, потому что не знаю точно, о чём это игра. Только знаю, что это лабиринт в поисках сокровища клемени Майя, такое мексиканское племя, оно уже вымерло, к сожалению, но игра осталась. И сокровищ, естественно, вам это понадобится найти, но из телевизора вы их не вынимите, но по крайней мере просто порадовались свои лопости и их изобидательности. Сокровища Майя в поиске Пикфол. Игра основана на древней легенде. Много лет назад жил-был отчаянный искатель приключений и всевозможных древних сокровищ. Дороги света приводили его на разные концы земли и переплыл он не семь морей, а гораздо больше. Спустя годы он из человека превратился в легенду. Извали этого парня Гарри в водопад. После бесчисленных странствий Гарри угомонился и вырастил сына, которого назвал естественно Гарри Джуниор, то бишь малыш. Тот подрос и сам стал еще тем авантюристом. Всюду ездил сам без отца и покорил тысячи и тысячи акров непролазной тайги и девственной сельвы. Отцу стал завидно и он решил тряхнуть стариной и отправиться вместе с сыном за сокровищами племени Майя в Центральную Америку. И то, что вы видели в начале игры очень грустный, может быть даже трагический эпизод. Дух древнего майского воина Закелуйи, осерчат непрошенных гостей, прихватил папашку к себе, фактически превратив малыша в сироту при живом родителе. Пока живо. Если малыш Гарри не продерется через сельву, не избежит всех ловушек и не сотрет себе ладони в кровь об лианы, по которым ему придется карабкаться каждую минуту, если он всего этого не сделает, тогда прощай, папуля, дорогой. По пространству игры тут и там разбросанный щедр рукой программистов фирмы Activision, древние секреты и даже одна Warp Zone. Настоящие фанаты знают, о чем я говорю, а для чайничков это пока секрет. Игрой Pitfall могут гордиться все, от супернинтендовских гениев до нас с вами простых смертных. Если такая графика и музыка влезает в картридж, значит жизнь продолжается, и это не предел совершенства, которому, как известно, пределов нет. Так, все сокровища мои, передача подошла к концу, на столе опять бардак, а значит придется наводить порядок снова, как в прошлой нашей программе. То же самое сделайте и вы со своими кроватями, зубами, глазами, ушами, шею не забудьте помыть и побрить. И вперед на улицу с песнями. Сегодня выходной, встретимся ровно через недельку. Пока!